Всем привет! Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Это версия 8 гигабайт оперативной памяти, 256 гигабайт встроенной памяти. Перейдем к его распаковке, посмотрим на комплектацию смартфона. Открываем. Вот в темно-зеленом цвете смартфончик. В комплектации обнаружим скрепку для сим-слота, документация. Такая вот силиконовая задняя накладка Redmi. Очень классная, очень качественная. Черная. Намного лучше тех чехлов, которые в 99% идут в комплектации к смартфонам. Где просто прозрачки силиконовые. Тут прям вот крутой внешне и очень качественный. И по ощущениям такой мягкий чехол. Это большой плюс на самом деле, что смартфон сразу с комплектацией таким качественным чехлом комплектуется. Дальше у нас в комплекте адаптер для зарядки 67 Вт с быстрой зарядкой. Выход USB и кабель USB на USB Type-C. В общем, отличная комплектация у смартфона. Намного лучше, чем у Samsung. Аналогичных по стоимости. Есть и чехол, есть и быстрая зарядка сразу в комплекте. В общем, плюс, только плюс для Xiaomi. Окей. Так, и теперь по самому смартфончику. Вот, тройная камера, такие большие блоки камер. Вот, выглядит смартфон очень классно. Такой матовый материал сзади. Приятный на ощупь. Вот тут видим разных оттенков этот материал в зоне камеры. Ну, мне очень нравится внешне. Лучше предыдущих моделей Xiaomi. Тут, скажем так, уже какой-то стиль, какой-то дизайн есть. Потому что до этого смартфоны, они, в принципе, такие достаточно однообразные все. Ничем друг от друга не отличаются. Тут и цвета уже поинтереснее, и вот такой вот дизайн. Справа кнопка включения, кнопки регулировки громкости. Слева слот. Давайте его сразу откроем. Посмотрим, что это за слот. Так, есть. Слот на 2 на 7-карты и microSD-карту для расширения памяти. Закрыли. Сверху микрофоник порт, порт для наушников. Снизу Type-C порт, динамик, микрофон. В общем, все есть. Есть слот для microSD-карточки. В общем, тут все неплохо. Диагональ экрана 6,67. Давайте включим. Все, включили. И увидите уже загрузку. Так, загрузился. Стоимость смартфона на данный момент примерно 340 долларов. В описании сможете узнать подробнее. Я оставлю несколько ссылок. Вот. И, в общем, загрузился смартфон. Обращаю внимание, достаточно тонкие рамки у смартфона. Относительно тонкие. Как бы у флагманов они чуть потоньше. Но все равно. Камера, вырез камеры. То есть, чуть ниже. Такой стандартный. Ну, как у Samsung, премиальных Xiaomi. Как у всех премиальных устройств. А не бюджетных. Потому что, например, Samsung Galaxy A34. Который сейчас примерно в данной ценовой категории с этим смартфоном. Там будет вырез капелька. Я думаю, сделаю сравнение этих двух устройств. Вот. Там посмотрим подробнее. Давайте перейдем в настройки. О телефоне. У нас MIUI Global 14.0.4. Android 13. Странно, что не 14-й Android. Новое устройство. Ну, оно вышло давно. Но это только у нас сейчас. Оно начинает появляться. Но уже как бы достаточно много времени прошло. Думал. Ну, думаю, в скором времени уже сделают и 14-й Android. Так. Тут настройки рабочих столов. Минус один экран сделаем без рекомендаций. Рабочий стол. Классический. Способ навигации. Способ навигации. Сделаем жесты. Обои. Давайте посмотрим. Системные обои. Ну, такие какие-то поставим. Долго устанавливается, кстати. Так чуть-чуть думает. Так вот выглядит у нас меню всех программ. Верхняя. Ну, так оно настраивается. Добавляются или убираются какие-то режимы. Окей. Кстати, интересно. Есть ли такое. Вот у айфонов показывает процент используемой батареи. У OnePlus еще показывает процент используемой батареи. То есть, сколько вот остался именно ресурс батареи. Тут. Такого не вижу. То есть, у Samsung такого тоже нет. Оптимизированная зарядка. Тут тоже есть ограничения в 80%. Так, как и у Samsung, например. Но такого режима, как у OnePlus, тут нет. Где можно посмотреть именно износ батарейки. То есть, когда вы купили смартфон, он 100%. Через год там будет 90%. Условно, у OnePlus это можно посмотреть в их лаунчере. У Xiaomi и у Samsung этого посмотреть нельзя. Так, хорошо. Давайте теперь откроем синтетические тесты. Geekbench 6. Процессор. MediaTek Helio J99 Ultra. И видеоускоритель Mali-G57MC2. Смотрим на результаты. Одноядерный и мультиядерный тест. Тест видеоускорителя. Давайте посмотрим теперь в Antutu Benchmark. 438 тысяч. Сделаем тест мультитач. 10 касаний поддерживает смартфон. И посмотрим рейтинг. Так, не хочет, да, но показывать рейтинг. Что-то непонятное. Не хочет показывать рейтинг. Хорошо, запустим PUBG. Вот увидите игровой процесс. На каком уровне будет работать эта игра. Так. Загрузилась игра. Работает на средних настройках. Или вот на таких. По частоте кадров. Кому интересно. А еще можно такие выставить. Ну, в общем, средние это максимальные настройки. Или низкие настройки. И чуть лучше по плавности. Ну, вот игра работает нормально. Сделаю еще, думаю, видео по играм на данном устройстве. Окей, закрываем. Так. И теперь перейдем к... Камере. Давайте посмотрим на функциональность камеры. Камера тут основная. 200 плюс 8 плюс 2 мегапикселя. Фото, видео, режим 200 мегапикселей. И дополнительные режимы. Панорама, профиль, замедление, таймлапс. Видео мы можем снимать в 1080 и в 60 фпс. 4К видео мы записываем. И не 2К, не 4К записывать мы не можем. Лучший формат это Full HD 60 кадров по видео. Окей, сейчас покажу вам примеры снимков на камеру данного устройства. Что ж, в принципе, к плюсам смартфона я отмечу его комплектацию, внешний вид. По всему остальному, смартфон достаточно стандартный в данной ценовой категории. И учитывая его вот сейчас стоимость. Стоимость его немножко, даже я бы сказал, завышена. Потому что смартфон только-только вышел. То есть она будет опускаться. И смартфон на 10-15%. Думаю, в ближайшее время должен через месяц просесть по стоимости. Это уже будет больше соответствовать действительности. Вот кроме внешнего вида комплектации, которая явно уже по современным меркам выделяет этот смартфон. Это плюсы данного смартфона. Также наличие microSD и порта для наушников. Это плюсы данного смартфона. По всему остальному, это средний для данной ценовой категории устройство. По камере, по производительности. В принципе, по производительности можем найти значительно-значительно лучше в данной цене. Но в целом, как бы смартфон без особых каких-то явных минусов. Но из плюсов только внешний вид по сравнению с предыдущими Xiaomi и его комплектация. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.